С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 12 октября. Всемирный день борьбы с артритом. День кадрового работника в России. Родившихся. 1350 год. В этот мир приходит Дмитрий Донской. Московский князь, прозванный Донским за победу в Куликовской битве. Князь Московский и Великий князь Владимирский, сын князя Ивана II Красного и его второй жены княгини Александры Ивановны. Были одержаны им значительные военные победы над Золотой Ордой, но татарские набеги продолжались еще около четырех веков. Также при нем был построен белокаменный Московский Кремль. В 1929 году рождается Ролан Быков, советский российский актер, театр и кино, режиссер, кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. В 1935 году рождается Лучан на повороте. Легенда. Один из самых выдающихся оперных певцов второй половины 20 века. Он произвел оперную революцию. Даже его самые непримиримые критики не будут спорить, что его имя навсегда останется синонимом красоты человеческого голоса. Отмечают, что благодаря своему вокальному мастерству, характерной легкости звукоизвлечения, сочетающейся с высокой индивидуальностью, излучающей тепло и жизнерадостность, повороте стал одной из суперзвезд оперной сцены 20-го столетия. Его популярности способствовали также частые появления в прессе и трансляции выступлений повороте по телевидению. Также повороте удалось соединить классическую и популярную эстрадную музыку на всевозможных концертах друзей. 1960 год. В этот мир приходит Алексей Кудрин, российский государственный деятель, а в 1966 году Алексей Кортнев, музыкант, автор песен, создатель и солист группы «Несчастный случай». Ну а теперь некоторые события этого дня. В 1492 году Колумб достигает острова Сан-Сальвадор на Багамах и открывает Америку. Матрос Родриго де Трианс, заметив на горизонте точку, кричит «Земля! Эта земля оказалась островом Гуанахани» в одном из архипелагов Карибского моря, названном моряками Сан-Сальвадором. Именно его достиг генериозец Христофор Колумб, полагая, что открыл морской путь в Индию. На самом же деле в этот день он открыл Америку, которую долгое время называли Западной Индией, а население индейцами. 1609 год. В Лондоне впервые в мире напечатана светская песня «Три слепых мышонка». Английский детский стишок и песня на него. Версия этой песни вместе с музыкой обнаруживается в нотном издании от 1609 года. Дословный русский перевод «Три слепые мышки. Смотрите, как они бегут. Смотрите, как они бегут. Они все бегут за женой фермера, которая отрезала им хвостики разделочным ножом». Вы когда-нибудь в жизни видели такое зрелище, как эти три слепые мышки? В общем, так начиналась история нерелигиозной популярной эстрадной музыки. 1768 год. Екатерина II, несмотря на противодействие медиков, одна из первых в России соглашается сделать прививку оспы себе и наследнику престола. Прививка делается от семилетнего отрока Александра Маркова, которому пожалуют дворянство и новую фамилию Аспиин. Английский врач Димсдаль, делающий прививку, получит в баронский титул звания лейб-медика, действительного статского советника и громадную по тем меркам пенсию в 500 фунтов стеллингов в год. 1810 год. По случаю женитьбы сына короля Баварского Максимилиана I, кронпринца Людвига в 1825-48 годах XIX века короля, на принцессе Терезе Саксен Хильдербургхаузенской на лугу въезда в Мюнхен устроили праздник, где все 40 тысяч жителей города получали бесплатное пиво. Гуляли до самого 17 октября, когда там же устроили бега. Так было положено начало Октоберфесту, знаменитому на весь мир празднику пенного напитка. 1823 год. Чарльз Макентош из Шотландии начинает продажу плащей. Они сделаны из непромокаемой ткани, пропитанной каучуком. Плащ получил название в честь изобретателя молодого английского химика Чарльза Макентоша. За четыре года до этого он испачкал брюки латексом, попытался оттереть пятно водой и заметил, что ткань не пропускает воду. Новинка имела огромный успех, но у прорезиненных плащей были и серьезнейшие недостатки. В жаркую погоду они жутко воняли, а на морозе деревенели. 1928 год. Первое выступление, созданного при Центральном доме Красной армии имени Фрунзе, ансамбля красноармейской песни, который принято считать днем рождения военного творческого коллектива, который с 1998 года стал академическим ансамблем песни и пляски российской армии имени Александрова. В 1931 в Рио-де-Жанейро в Бразилии на холме Карковаду состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя, являющейся главной достопримечательностью Рио-де-Жанейро. Она стоит на этой вершине на высоте 704 метра над уровнем моря. Высота самой статуи 30 метров, не считая 7-метрового постамента, а ее вес 1140 тонн. Голова статуи весит 35,6 тонны, кисти рук почти по 9 тонн каждая, а размах рук составляет 23 метра. 1983 год. Руководство Коммунистической партии Китая начинает самую большую чистку партийных рядов со времен культурной революции. Должны быть рассмотрены личные дела 40 миллионов членов партии. В 1999 в Сараево рождается 6-миллиардный житель Земли. К июне 2020 года население Земли составит уже 7 миллиардов 809 миллионов 320 тысяч 722 человека. Ну и последнее событие. 1960 год. На 15-й Ассамблее ООН имел место курьезный инцидент с Никитой Сергеевичем Хрущевым и его ботинком. В тот день шло обсуждение венгерского вопроса, и Хрущев вместе с другими членами советской делегации всячески пытался его сорвать. По свидетельствам современников Хрущева у Никиты Сергеевича был не ботинок, а открытые туфли, ну наподобие современных сандалий. Во время выступления докладчика Хрущев снял туфлю и принялся нарочито долго ее рассматривать и трясти, подняв на уровне головы, а также несколько раз слегка стукнул ею по столу, как бы пытаясь выбить камешек, который якобы туда закатился. Этими действиями Хрущев демонстрировал, что доклад ему неинтересен. Он, постукивая по столу в знак несогласия с выступлением, стал помогать себе ботинком. На следующий день в газете New York Times вышла статья под заголовком «Хрущев стучит своим ботинком по столу». В ней была опубликована фотография, на которой изображены Хрущева и Громыка, причем перед Никитой Сергеевичем на столе стоит тот самый полуботинок. Фотограф журнала Life Джон Лонгард, присутствующий на том заседании, утверждает, что Хрущев точно не стучал по столу туфлей, хотя и, безусловно, собирался это сделать. По его рассказу, Хрущев снял туфлю, положил ее на стол и показал свободной рукой, что собирается стукнуть ею по столу. Все журналисты в зале направили камеры на Хрущева в ожидании его уникальных действий, но он лишь надел туфлю на ногу и ушел. По мнению Лонгарда, если бы Хрущев действительно стучал ботинком по столу, то никто из фотографов уж точно не упустил бы этого события. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».